Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет на остро-социальную тему. Я, конечно, понимаю, что это может послужить каким-то поводом для хейта, но прежде чем делать какие-то далеко идущие выводы, все-таки советую посмотреть это видео до конца, потому что оно касается абсолютно всех украинцев, и те, которые смотрят наш канал, и те, которые пока еще нет. Итак, на днях я наткнулся на следующую новость. На Житомирщине протестующие перекрыли трассу из-за львовского мусора. В Бердычевском районе протестующие против завоза мусора на территорию недостроенного кирпичного завода перекрыли трассу Житомир-Могилев-Подольский. Кстати говоря, те, кто следит за нашим каналом, тот знает, что недавно мы вернулись как раз-таки из Житомира и Бердычева, так что совсем скоро вы получите возможность познакомиться с этими городами в рамках нашего проекта «Русские в Украине». Это, соответственно, 28-й и 29-й города нашего проекта. Но сегодня речь пойдет о другом. Эпопея со львовским мусором продолжается. Львов – это, вне всяких сомнений, шикарнейший город, это победитель первого сезона нашего проекта, но то, что в нем есть огромная проблема, связанная с отходами, это, собственно, ни для кого не секрет. И эта проблема никак не решается. Мусор просто втихаря развозят по всей стране, сваливают его, он гниет, портит нам экологию, мы всем этим дышим. Для начала вспомним, откуда растут ноги. Так называемый Львовский мусорный кризис, у него есть уже название, начался после крупного пожара на Львовском полигоне твердых бытовых отходов. Эксплуатация свалки была запрещена, и властям города пришлось что-то предпринимать, чтобы избавиться от мусора, в котором стал задыхаться самый красивый город Украины. За неимение мусороперерабатывающего завода выход был найден самый простой – утилизировать отходы в другом месте. Если люди не видят мусор, значит его нет. Википедия пишет, что, цитата, со временем, в силу криминального и несанкционированного характера этой практики, большинство городов отказалось его принимать, а их жители начали блокировать на дорогах львовские мусоровозы. По заявлению городских властей, кризис завершился в середине июля 2017 года, когда Львов был полностью очищен от накопившегося мусора. Возможно, мусор действительно перестал быть городской проблемой, но теперь это стало проблемой всей страны. Мусороперерабатывающий завод во Львове так еще не построен, его планируется ввести в эксплуатацию до 2021 года. А пока, несмотря на все протесты людей, львовский мусор по сей день продолжает появляться в самых различных уголках страны. Путешествия и отходов из Львова можно проследить по украинским новостям. Вот, например, 12 октября 2016 года его обнаружили не где-то, а на природоохранной территории в заповеднике Древлянске, что в Житомирской области. В конце октября того же года два грузовика до отказа забитых мусором были задержаны в Сумской области. Бедные суммы, у них своего-то мусора хватает, а им еще везут. В марте 2017 года участок несанкционированного сброса мусора из Львова нашли уже рядом с Лубными в Полтавской области. А спустя всего три дня львовский мусор нашли уже в Одесской области. Сначала в Малоге, а затем в Белгороднестровском районе. Цитирую сельскую голову в Малоге Анну Гаврилюк. Мы установили дежурство, однако на этот раз шесть машин приехали в три часа ночи, сгрузили шесть куч похожих на домики и быстро уехали. Пока дежурные повестили полицию, их и след простыл. Еще через месяц, в апреле 2017 года, в кабинете министров Львова заменили о том, что мусор из города будут вывозить и утилизировать на полигонах других городов Львовской области. Все это оказалось пустыми обещаниями, потому что мусор свозился не на мусорные полигоны, а куда придется. Например, незадолго до нашего визита в Стрей осенью 2017 года я нашел новость о том, что львовский мусор был обнаружен на одной из заброшенных строек города Стрея. Ну, никак не на полигоне, сами понимаете. Далее. 25 апреля 2017 года мусор обнаружили уже в Чернобыльской зоне, а именно в Иванковском районе Киевской области. А 17 июня 2017 года 40 тонн мусора было незаконно выгружено на стихийные свалки в Ставичинском районе Киевской области. То есть, понимаете, да, как власти Львова избавлялись от мусора в своем городе? Они просто загрязняли другие города. А теперь самое интересное. Вспоминаем цитату из Википедии о том, что все проблемы с мусором закончились в середине 2017 года. И снова вранье. 17 апреля 2018 года львовский мусор нашли на Житомирщине. Почему-то она страдает больше остальных. 90 тонн мусора вывалили в селах Чижевка и Барвиновка. На чеках и банковских выписках вновь был обнаружен Львов. Тем временем в самом Львове начались массовые протесты против строительства мусороперерабатывающего завода. Возле мэрии был проведен пикет, люди стали развешивать листовки, собирать подписи и так далее. Вы спросите, почему люди сбунтовали? Да потому что в черте города уже и так достаточно вредных предприятий. В частности, в том самом микрорайоне, где решили построить завод, таких предприятий около 50. И они уже травили город своей вонью. К лету 2018 года во Львове вновь начал скапливаться мусор. 3000 тонн отходов. В течение нескольких лет ни один из привозчиков мусора не забирал отходы и образовалась самая натуральная свалка. Решать эту проблему стали, опять же, известным нам способом. 17 июня подарок из Львова нашли в селе Степь Черниговской области, а 20 июня 40 тонн отходов доставили в село Пролиски Киевской области. Стоит отметить, что пара десятков грузовиков была остановлена активистами и отправлена назад во Львов в сопровождении полиции. Чтобы остальным областям было не так обидно, Львов немного подпортил жизнь и самому себе. 5 сентября 2018 года в селе Погариска, извиняюсь, если неправильно прочитал, Львовской области было обнаружено две машины мусора. И вот совсем свежие новости уже от этого года. 22 января патрульно-постовая служба задержала два большегруза с мусором, которые направлялись в Александрию. А 25 января еще два грузовика были застуканы прямо на Горяченьком в Барышевском районе Киевской области. А теперь представьте, друзья, речь идет только о выявленных фактах незаконной разгрузки мусора в других регионах Украины. А сколько грузовиков не поймали, не остановили, сколько сел задыхается от львовских отходов, и мы об этом не знаем. По официальной информации, в Украине еще три года назад было 7 тысяч законных свалок и 35 тысяч незаконных. Отходами завалено уже 7% страны, а это, на секундочку, территория целой Дании. То есть, представляете, целая мусорная Дания цветет и пахнет на территории современной Украины. И каждый год, к сожалению, ситуация с мусором только ухудшается. Наверняка вы спросите меня, в чем смысл этого ролика, зачем я его записываю. Объясню. Во-первых, человеческая память очень короткая. В потоке информации люди очень часто забывают о важном. Ответьте для себя на вопрос, как часто вы думали об этой теме за последний год. Хорошо, если один раз. Конечно, если вы не житель Львова и населенных пунктов, про которые я вам сегодня говорил. Вы также можете спросить меня, что делать. Честно, я не знаю, и от меня одного здесь мало что зависит. Но нас здесь, на канале, довольно много, чтобы обратить на это внимание. Вместе мы можем многое, что не единожды доказывали в прошлом году. Поэтому я прошу вас, поделитесь этим видео. Поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь комментарий, расскажите о нем друзьям. Вывести этот ролик в тренды, наверное, нереально. Давайте будем реалистами. Но совершенно реально обратить внимание на эту проблему широких масс, максимального количества людей. Потому что дальше это продолжаться не может. Мы хотим жить в чистой стране. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока.